США и Куба договорились совместно устранять возможные утечки нефти в Мексиканском заливе. Договор обе стороны поспешили подписать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп примет присягу. Наводнение в Таиланде унесло жизни почти 20 человек. Нынешнее бедствие очень несвойственно в этой стране для текущего времени года. Лидеры двух частей разделенного Кипра сели за стол переговоров. В течение недели они будут пытаться преодолеть разногласия, чтобы положить конец длительному противостоянию. Лондон – город динамики и постоянно меняющихся трендов, но его некоторые исторические части под надежной защитой, например, районы со всемирно известными торговыми марками. Японцы ринулись традиционную гонку за счастьем. Победитель забега получает год особого покровительства бога удачи. Куба и США в понедельник договорились объединить усилия по предотвращению и сдерживанию утечек нефти в Мексиканском заливе, а также по совместной очистке вод в случае катастрофы. Представитель США сказал, что страны подписали либо обсуждают ряд подобных договоров. Они призваны защитить общую морскую среду США и Кубы, расстояние между которыми всего 145 километров. «Я поздравляю правительства Кубы и США, а также участников переговоров по этому историческому соглашению. Береговая охрана США и Госдепартамент установили крепкие и профессиональные отношения с нашими кубинскими партнёрами». Согласно документу, Вашингтон и Гавана должны разработать общий план действий в случае утечек нефти и других токсичных веществ. Они также должны будут провести обучение персонала и проверить его готовность. «Подписанное соглашение положит начало подготовки координационного плана действий по предотвращению подготовки и реагированию на утечки углеводородов и других опасных веществ в указанной географической зоне». Подобный договор США ранее подписали с Мексикой. В прошлом месяце Вашингтон и Гавана договорились до 20 января утвердить по меньшей мере шесть соглашений о кооперации и ряд деловых договоров. На эту дату намечена инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он неоднократно предупреждал, что разорвёт соглашение с Кубой, если та не возьмёт на себя больше политических и экономических обязательств. В 2012 году Куба и её партнёры пробурили четыре глубоководных скважины в Мексиканском заливе. В то время это вызвало обеспокоенность Вашингтона, поскольку из-за существующих санкций он не смог бы оказать поддержку в случае возможной утечки. Не менее 21 человека погибли в ходе неожиданных наводнений на юге Таиланда. Сезон дождей в стране обычно длится с мая по ноябрь, и для января такая погода здесь не свойственна. Тем не менее, мощный ливень обрушился на 12 из 67 тайских провинций. По данным властей, за последние несколько дней пострадало более 330 тысяч домов. Перекрыты автотрассы, приостановлено железнодорожное и воздушное сообщение. «Сейчас нам не хватает еды и питьевой воды. Но уровень воды почти стабильный». Премьер-министр Таиланда посетил пострадавшие провинции. «Сложно защититься от наводнения, потому что предыдущее правительство не продумывало своих проектов. Не хватает каналов для отвода воды в океан. Не хватает шлюзов, насосов и наблюдательных вышек». Юг Таиланда – основной регион производства каучука. Нынешнее стихийное бедствие сильно ударило по отрасли. Для фермеров это самый неподходящий период для дождей, из-за чего в этом году на рынке ожидается рост цен на этот продукт. Напомним, сильные наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 900 человек и нанесли серьёзный ущерб экономике страны. В тот год её рост составил всего 0,1%. Лидеры Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра сели за стол переговоров в Женеве. Впереди – неделя интенсивных обсуждений, цель которых – разработать основные положения мирного соглашения. Оно должно положить конец десятилетиям противостояния. Делегации возглавляют лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи с одной стороны и глава греков-киприотов Никас Анастасиадис с другой. В четверг переговоры расширятся и включат представителей других стран. Также, как ожидается, к обсуждениям присоединится генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он назвал переговоры исторической возможностью для прорыва. Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру говорит, процесс будет непростым. «Будет сложно, поскольку хотя большинство вопросов уже решено, наконец мы оставили не самые лёгкие вопросы. Обычно в конце мы обсуждаем самые непростые моменты. Это обычная практика в подобных переговорах». Среди ключевых вопросов, которые предстоит решить в ходе обсуждений – передел границ земельного владения, разделение полномочий во власти и проблемы безопасности. В прошлом невозможность найти компромисс именно по этим пунктам становилась причиной провала переговоров. Впрочем, аналитики говорят, что сейчас как нельзя лучший момент для восстановления отношений между двумя соседями, поскольку во главе стоят государственные деятели умеренного толка. Греческие и турецкие киприоты живут порознь с 1974 года. Тогда турецкие войска заняли север острова после госпереворота, который осуществила греческая войнизированная организация. Сегодня на острове проживают чуть более миллиона человек. Их разделяют миротворческие силы ООН. Улица Севил Роу в Лондоне – синоним классического британского пошива одежды. Так же, как и она сама, мастерская Генри Пула имеет богатую историю. Салон открыли в 1828 году. Здесь одевались, например, Уинстон Черчилль и Чарльз Диккенс. Когда Эбигейл Робертсон приняли сюда для прохождения практики, она была вне себя от счастья. «Это огромная честь. Не могла в это поверить. Это было верхом мечтаний». Говорит, что теперь познаёт те навыки, которых больше не получить нигде. «Это особая культура. Севил Роу – это исток пошива одежды. Есть очень много мастеров, которые работают по стандартам Севил Роу на других улицах – Бордор, Карнаби. Но начинали они здесь. Севил Роу – это основа». Но несмотря на богатую историю, бренды на этой улице начали ощущать давление со стороны крупных сетей магазинов. Те начали приближаться, лишая исторические мастерские, клиентов и выручки. «Большие компании, такие как наша, могут выстоять. Но для мелких производителей это очень сложно. Это их разорит. Они будут вынуждены переехать». Чтобы защитить исторический район, городские власти наделили улицу особым статусом. И не только Севил Роу. В список также попали медицинский район на улице Херли-стрит, район художественных галерей и антикварных магазинов на Мэйфейр, фешенебельные магазины на Сент-Джеймс и дипломатические здания Портленд Плейс. Для каждого района разработаны свои особые правила. Например, на Севил Роу могут открываться только магазины, предлагающие индивидуальный пошив одежды. На Херли-стрит клинику можно заменить, если только место, где она находилась, более 12 месяцев было выставлено на продажу по рыночной цене. Впрочем, некоторые считают, что подобные ограничения не дадут районам развиваться в условиях свободного рынка. 10 января ровно в 6 утра гулки и удары в барабан тайка дают сигнал распахнуть тяжёлые ворота на территорию храма бога Ибису в японском городе Нисиномия. Толпа обычно степенных японцев пускается в отчаянную гонку. Смысл забега – получить звание самого счастливого человека года, то есть год особого покровительства бога Ибису, который приносит удачу предпринимателям и торговцам. Марафон по узким улочкам – занятие опасное. Удержаться на ногах под напором толпы в 5 тысяч человек удается не каждому. Принять участие в забеге может каждый вне зависимости от пола и возраста. Но чаще всего первыми к финишу приходят молодые мужчины. Этот год не исключение. Чествуют первых прибежавших. В этом году – это такиец и два жителя префектуры Хёга. Им 21, 24 и 16 лет соответственно. Помимо благословений, в ходе специального ритуала победителям дарят бутыль рисовой водки саке, которой они угощают всех собравшихся. Традиционный забег уходит корнями в XIV век. В древние времена японцы торопились в храм бога Ибису, чтобы помолиться ему в этот день первыми. С годами спешка превратилась в гонку.